Меня зовут Николай Леменков, у меня есть твиттер XP Injection, если у вас тоже есть твиттер, вы можете присоединяться, уже чуть неправдивая информация, ребят, которая подписана уже больше, там я пишу разные-разные вещи, не только связанные с разработкой, не только связанные с Java. Более 8 лет я работаю с agile методологиями, agile инженерными практиками, но основное направление моей деятельности это Java, и вот уже более 10 лет я работаю Java техлидом, возглавляя различные большие распределенные проекты. По совместительству я являюсь основателем и тренером тренингом центра XP Injection, от которого мы проводим ряд образовательных мероприятий. Это конференция Selenium Camp, конференция JECON, конференция XP Days, я думаю, что большая часть из вас наверняка слышали, по крайней мере, об этих мероприятиях. Почему я говорю о них каждый раз, когда выступаю с каким-то докладом? Потому что на каждой из этих конференций мы записываем все видео, все презентации и выкладываем в открытый доступ. Поэтому за все годы конференции, любой из перечисленных, вы можете зайти и посмотреть все доклады, которые были в достаточно неплохом качестве. А мне еще не мать, до речи. А? Останье что-то залит? Ну, последнее, во-первых, она уже заливается, вот прямо сейчас параллельно грузится несколько записей. А во-вторых, она будет доступна прежде всего участникам конференции. И уже только еще спустя некоторое время станет доступна публично. Но обязательно будет доступна в отличном качестве, хорошо сверстанные слайды, нормальный звук, поэтому приходите, пользуйтесь. Как раз недавно мы завершили переезд с Яндекс.Видео, на котором мы пользовались безлимитным хранилищем, на YouTube. Потому что Яндекс закрыл свое видео и печалька. Поэтому мы уже практически все перелили, это было непросто, но почти все уже перелили на YouTube. Так что приходите, наслаждайтесь. Все, что я буду сегодня рассказывать, насколько оно вам будет казаться правдоподобным, неправдоподобным, или правильным, или неправильным, это мой личный опыт. Все примеры, которые будут здесь показываться, они взяты из абсолютно реалистичных проектов и абсолютно реалистичных сценариев. Здесь нет ничего надуманного или взятого откуда-то извне. Это мой опыт. Если вы хотите его обсудить, поспорить по поводу него, я буду только рад. Потому что было бы очень здорово, опять же, на таких мероприятиях находить какую-то другую точку зрения, какой-то другой способ решить одну и ту же проблему для того, чтобы тоже получать какие-то новые знания. Если у вас есть какое-то мобильное устройство, и вам неудобно смотреть слайды с экрана, вы можете использовать этот QR-код. Я не так часто использую QR-коды, вот это один из моих, скажем, немногих QR-кодов. Можете им воспользоваться и смотреть слайды с мобильного устройства, если вам будет так удобнее. Кто-то будет, не будет? Отлично. Давайте начнем с практических задач. Все задачи, которые мы будем рассматривать, они будут сугубо практическими. То есть мы не будем рассматривать некого сферического коня в вакууме или проблему философов или еще чего-то. То есть мы будем брать практические задачи и пытаться их решить. Поэтому доклад носит название «Прикладная многопоточность». Код, который я буду демонстрировать, нигде не выложен. Это сделано специально. Я неоднократно видел, как люди пользуются тем кодом, который на конференциях, на докладах выкладывают в открытый доступ. Они его тупо копируют, вставляют к себе и говорят «Вуаля, у нас тоже заработало». Нет, такого не будет. Для того, чтобы вы хотя бы… То есть код на презентации, который я показываю, он полностью рабочий. Ну, то есть он не просто написанный для того, чтобы его сфотографировать. Он полностью рабочий, но это заставит вас, хотя бы не доверяя мне, хотя бы написать какие-то тесты на этот код, чтобы убедиться, что он все-таки решает вашу поставленную задачу, а не просто скопировать его из GitHub и использовать у себя. Итак, первая очень банальная задача. У нас есть некий сервис, сервис один. Он делает какую-то асинхронную работу. Ну, то есть он крутится в бэкграунде и, например, периодически просыпается и очищает удаленные записи в базе данных. Ну, мы не хотим иметь… Вот кто-то берет, там у нас большие достаточно данные, и кто-то говорит, я хотел бы их удалить. Понятное дело, что мы не делаем операцию синхронной, мы просто помечаем синхронно эти данные к удалению и говорим, все, эти данные удалены. Эти данные пропадают из зоны видимости, и есть бэкграундный процесс, который их потихонечку удаляет. Другой пример такого бэкграундного процесса – это бэкграундный процесс, который триггерит какие-то действия у вас на, не знаю, для проверок, перепосылок чего-то и так далее. То есть некое расписание, по которому просыпаются джобы и начинают свою работу. Вот он работает, работает, работает. Есть другой сервис. Он осуществляет, например, длительные бачевые операции наподобие переноса данных из одного хранилища в другое. То есть вы осуществляете какую-то миграцию. И она идет по бачам, то есть по тысяче записей, по десять тысяч записей. И вот оно идет, идет, идет и может длиться часами. И вот вы приходите и говорите, я хотел бы остановить свое приложение. Что произойдет? Вот если вы просто скажете, я останавливаю. Вот вы пишете банальное приложение, у вас есть некий spring-контекст, в spring-контексте все поднялись, у вас есть какие-то джобы, у вас, возможно, есть листинеры внешней работы наподобие GMS-листинер, какой-то еще листинер, и вот это все крутится. И вы приходите и говорите, я хотел бы остановить это приложение. И закрываете spring-контекст. Что произойдет? Что, никто никогда приложение не останавливает? Что еще раз? А вообще остановится оно или нет? Ну вот вы просто говорите, я хочу остановить, и говорите, стоп контексту. Все, вы больше ничего не делаете, просто контексту говорите, close. Ну, контексту у spring-го есть метод close. Стан после стопа. А? Стан после стопа не будем знать. Это точно. То есть тут однозначно ничего не будем знать. И мало этого, если предположить, хотя это заведомо неверное предположение, что оно все-таки остановится, то мы не будем знать, оно остановилось корректно или нет в плане каждого конкретного из вот этих товарищей, из вот этих джобов. Ну, представьте, работал-работал джоб, его ряс и оборвали. Ну, неизвестно, что он, да? Он мог половину данных сделать, половину нет. Мог вообще каких-то бед натворить. Ну, то есть, да, вы правы абсолютно, что если нам удастся все-таки остановить каким-то образом, то будет неопределенное состояние. Остановится или нет? Почему? Ну, Вова, ты можешь, знаешь, ответ. Кто-то еще? Почему не остановится? Ну, наверное, почему? Е-просто, никто никогда вообще не запускал потоки другие. Вы запустили поток, который что-то делает. Можно его остановить? Да, ну вот смотрите, вот давайте задачу еще банальней сведем. Вы хотите запустить некую параллельную задачу. Вы делаете новый трейд и запускаете его. Можно его остановить? Нет, ну, если ты питаешь на системном уровне, то нет, не может. На каком уровне? На системном уровне потока, нет, не может. Его можно запропоновать и не заполнить. Но если вы не реагируете никак на это, то вы ничего не сделаете, правильно? То есть, если сам поток, та задача, которая внутри него бежит, она никак не реагирует на то, что проверяет, был ли этот поток из интерапта или нет, вы будете выполняться до бесконечности. Так устроены потоки в джаве. И никто ничего не остановит. Если у вас есть трэдпул, в котором у вас есть метод шотдаун, есть еще метод шотдаун нау, но ни один из них ничего не останавливает на самом деле. В чем разница между шотдаун и шотдаун нау? Вы джава-разработчики? Вот есть два метода на трэдпуле. Шотдаун означает дату среду допрацевлаты. Что это? А шотдаун нау? Не означает это? Нет. А что, остановит все-таки поток? Ну, это злышит в виде имплементации. Нет, конкретную реализацию. Мы говорим, вы создали через экзекьютор, создали new fixed pool экзекьютор, в котором фиксировано количество потоков, 5, например. И вот вам назад вернули экзекьютор сервис. Вы в конце, когда хотите остановить свое приложение, было бы логично вызвать на нем шотдаун. Ну, для того, чтобы остановить все то, что там делается. Я задаю конкретный вопрос. Есть два метода в этом интерфейсе. Один называется шотдаун, другой называется шотдаун нау. В чем между ними разница? Почему их два? Никто не знает? А вы какой вызываете? Кто какой вызывает? Кто вызывает шотдаун? Поднимите руку. Давайте хотя бы разделимся на кластеры. Кто вызывает шотдаун? Кто шотдаун нау? Все остальные вообще ничего не вызывают. Оно у них самым магическим образом останавливается. Так вот, тогда открою вам секрет такой банальный. Оба метода пытаются сделать очень похожие вещи. Только один, который говорит шотдаун нау, он говорит о том, что все принятые задачи, которые стоят в очереди сейчас, не будут обработаны. То есть им не дастся шанса. То есть они заканцелятся автоматически. Те задачи, которые сейчас в обработке, дождутся выполнения. А если все задачи в обработке, то он накинет второй? То эти методы работают идентично. Понятно. Вот. Если же вы говорите про шотдаун, то шотдаун говорит, я новые не принимаю. И все, которые есть в очереди, дождутся и закончатся. Соответственно, если у вас очередь задач, не знаю, на тысячу, то вся тысяча должна будет обработаться, только после этого все остановится. Понятно? Если у вас в отдельном потоке запускаются вот такие штуки, как асинхронные джобы или вот такие длинные батчевые операции, то этот поток не остановится никогда. Если вы для этого ничего не сделаете. То есть вы скажете шотдаун, он скажет, окей, я новых задач сюда принимать не буду, но я буду обрабатывать свою старую задачу, которая у меня была до этого. А это единственная задача, которая у вас и так обрабатывалась. Соответственно, ваш поток не останавливается. Это понятно? Конечно. Я удивлен, если честно. Для того, чтобы это происходило, есть несколько способов. Самый банальный способ, который рекомендуется во всех книжечках, это вот тут вот делать цикл while, в котором ты пытаешься сделать кусочек своей работы. То есть по-хорошему, хорошо спроектированное приложение не должно никогда залипать на какой-то долгой операции. Потому что если оно залипло на этой долгой операции, то оно становится невозможным к остановке. Поэтому работа делится на небольшие кусочки. И, соответственно, вы говорите, пока не вот этот тот способ, который мы будем обсуждать. А классический здесь что стоит? Что еще раз? Тут стоит while нет red из interrupted. Это то, что рекомендуется по умолчанию в любом туториале по Java. Чтобы проверить, что ваш поток еще работает, вы должны спросить, не было ли у него interrupted. И, соответственно, когда вы хотите остановить какой-то поток, вы ему говорите set interrupted, ваш interrupt, точнее, ваш вот этот код проверяет, а не был ли поток за interruption, и вуаля, все сработает. Потому что если вы берете чужой код, который запускается в многопоточности, то по умолчанию, если он не дал вам этот чужой код в своем API неких дополнительных вспомогательных методов, то у вас есть только вот этот метод. Вот тут вот спросить thread is interrupted, а извне только сказать thread interrupt. И тогда вы его прервете. Иначе у вас шансов нет его прервать. Это неудобно, потому что тогда мне надо для того, чтобы остановить свое приложение хорошо, знать непосредственно обо всех тредах, которые есть в этом приложении. И каждому из них пробежать и сказать, ты заинтерапся, ты заинтерапся, ты заинтерапся, ты заинтерапся, ты заинтерапся, ты заинтерапся. Это неудобно, потому что мне бы хотелось это сделать как-то более централизованно. Для того, чтобы это сделать более централизованно, мы используем atomic boolean stopped. Этот Atomic Boolean инжектится в каждый из вот таких вот сервисов, которые делают что-то, и теперь мне достаточно его в едином месте, единоразово установить, например, в спринговом контексте, установить ему false, или в данном случае, если это про стоп, то это true, и изначально он false. И все, и все остальные треды, сколько бы их не было, так как им по умолчанию этот буллинский контейнер Atomic Boolean заинжектился, то они будут спросить, скажут, ой, я остановился, да, остановился, и уже не будут пытаться делать следующий кусочек своей задачки. Соответственно, когда вы останавливаете ваш контекст, то на close первое, что делается, это флажку stopped, проставляется true, и после этого делается закрытие контекста. Тогда все, кто может остановиться сейчас, останавливаются сейчас, все, кто не может остановиться сейчас, ждут вот этого флажка, ждут, точнее, завершения своего кусочка задач, и останавливаются после этого. Понятно это? Разобрались? Идем дальше. Тоже банальная очень задача, у вас есть некий кусочек работы, который надо выполнить, например, записать запись в базу данных, и, например, несколько записей в базу данных, и вы делаете эту запись, но позитивный программист, оптимист, он верит, что всегда все будет хорошо, это неправда, и когда-то произойдет проблема, то есть, например, пропадет connection, не знаю, временно будет недоступен диск для базы, и база бросит вам некое исключение. И очень бы хотелось, чтобы из-за этого приложение не вылетало. Или, например, вы хотите повысить несколько надежность пользовательского экспириенса, и вы хотите сказать, что если у пользователя возникла какая-то проблема, то я бы хотел заретраить его запрос для того, чтобы он не увидел этой проблемы. Это особенно важно, когда вы работаете, например, в облачном окружении, и там действительно абсолютно нормальная ситуация, что у вас где-то пропала связь, у вас какие-то network issues появились, еще какая-то беда приключилась. Поэтому хотелось бы, чтобы этот механизм retry не приходилось писать каждый раз на уровне логики вашего сервиса, и чтобы можно было напрямую сказать, вот, пожалуйста, оберни это в retry. Решается это следующим образом. Создается конфигурируемый retry until done task. Здесь нету вот этих всех приплясок, требующихся от Java наверху, класс там и так далее, то есть это уже внутренний код. Что у него есть? У него есть метод публичный doTask, который потенциально возвращает некий дженерик. Если у вас ничего не возвращается, ну, как бы возвращайте boolean. Ну, true, false, успешно вы завершились или нет. Что он делает здесь? Он говорит do в цикле while не cancelled. Он пытается try to do task. И если он ловит непредсказуемый runtime exception, то он говорит, сделай обработку on error. Мы сейчас увидим, что с ней происходит. Если же он выскочил отсюда, из этого цикла, то это обозначает, что он был остановлен. То есть task кто-то прервал, и поэтому мы бросаем exception already stopped exception. То есть это значит, что он свою работу не доделал, потому что, видите, был return. То есть он должен был выйти вот отсюда. То есть в дружелюбной среде он выйдет из вот этого return. В недружелюбной среде он будет retry-ться в этом цикле do while. До тех пор, пока либо его не заканцелят. Либо он в конце выйдет с already stopped exception, потому что его кто-то застопит. Понятно? Все мега просто. И есть protect, это абстракт метод try to do task. Ну, то есть это там, где происходит вся работа. Соответственно, в Java до 8 вы должны создавать new task и в Neom перекрывать вот этот метод try to do task, если вы хотите чего-то сделать. В новой Java вы можете просто использовать его как лямбду. Понятно с этим? Не cancelled, не cancelled. По умолчанию что делает? Он просто спрашивает, если вы ничего в него не добавили, это тоже protect от метод. Если вы ничего в него не добавили, то он что должен проверить? Только флажок не остановили ли его. В этом случае у вас retry forever. Ну, то есть если у вас происходит какая-то проблема, он пытается, 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 потому что он говорит, а зачем мне как бы возвращать пользователю что-то плохое, если мы так и не выполнили его работу. Вы можете здесь прикрутить, у нас дальше уже есть своя иерархия, здесь прикручены количество попыток и так далее. Но в базовом варианте вот как оно работает. И, соответственно, onError это очень простая штука, которая делает слип на вот это количество миллисекунд и все. Вы можете добавить какую-то свою логику, почему этот метод здесь именно такой. Во-первых, для того, чтобы код был чистый и понятный. А во-вторых, для того, чтобы некоторые позволяли фильтровать эксепшены, на которые считаются допустимыми, а какие считаются недопустимыми. Потому что представьте себе, что у вас есть некий код, который иногда для того, чтобы показать, что его действия завершились, но некой ситуации не как возвращаемое значение. Вы бросаете эксепшен, например, user already exist exception. Если бы мы пытались добавить юзера и не реагировали на user already exist exception, мы бы закрутили в бесконечном цикле. Ну, потому что если юзер существует, а сколько-то его не добавляем, все равно будет существовать. Поэтому считается, что в обработчике onError вы должны указать те исключительные эксепшены, на которые вы хотите сделать что-то другое. Ну, и поэтому, как бы, фреймворк дает вам возможность следующее. Вы говорите, чего вы хотите сделать. Если нужно, переопределяйте onError. Если нужно, переопределяйте из cancel. Все, как бы, прагматично. Понятно? Так, да. А sleep, да, правильно поставить? Sleep надо поставить на onError. То есть вы делаете sleep только в случае, если... А там он по умолчанию и так должен быть. Вот. Но это базовая ваша реализация. То есть базовая реализация делается очень просто. IsCancel проверяет флажок stopped, а onError делает sleep и все. Но дает возможность вам это изменить. А как можно закомпулировать такие кисти с Retrive? В данном, который по умолчанию, я вам базовый просто показываю, в нем нету кисти с Retrive. Он говорит, я хочу выполняться до бесконечности. Потому что мы его часто используем. Основное его использование – это там, где идет поток данных. И этот поток данных должен быть обработан в любом случае. Нет смысла обрабатывать следующую такую же за тобой, если у тебя падает предыдущая. Ну вот представьте, есть пул этих воркеров и идет гигантский поток данных. Если ты сейчас начнешь каждое из тех, кто отваливается по Network Issue, начнешь отбрасывать, то ты будешь всех отбрасывать. Весь гигантский поток развернешь и пустишь куда-то там, на репроцессинг или еще куда-то. Поэтому он говорит, что если произошла проблема, то весь поток застопорится. Мы по метрикам поймем, что поток застопорился. Потому что в метриках указано, что у нас количество обработанных данных в минуту или в сколько-то секунд не увеличивается и близко к нулю. Это значит, что у нас есть стопор. Если же этот же таск мы используем уже где-то, где после определенного количества попыток надо сделать что-то еще, то тогда отсюда нужен еще какой-то выход. Ну, тогда здесь мало написано, потому что если мы прекратим вот на Is Cancelled и ничего другого не сделаем, то в этом случае мы бросим Already Stopped Exception. И невозможно будет различить в текущей реализации, этот Already Stopped Exception был брошен потому, что его остановили, ну и как бы он заканцелился, либо потому, что у него количество попыток истекло. Поэтому вам надо дополнительную логику вот тут вот в OnError иметь, которая проверит, что количество попыток истекло и бросит свой какой-то exception. Например, Retry, Limit, Exceed, Exception. И тогда вы что-то должны с ним сделать, потому что если вы ничего не сделаете, то он у вас вылетит дальше, не пойми как. Понятно? Идем дальше. Следующее. Task Executor, тот, про который мы вот только что говорили. По умолчанию, чтобы в Java запустить некую работу в параллель, есть там Fork Join Pool, мы его не будем трогать. Самый классический способ – это поднять несколько потоков, какой-то пул потоков через Executor и потом туда скармливать задачи. Что, когда мы скармливаем задачу в Thread Pool, в Executor, что нам назад возвращается? Future нам возвращается, на котором нам предлагается вызвать Get. Получается несколько неудобная ситуация, если у нас есть, например, какой-то бач из задач, например, 50 задач, и мы бы хотели взять задачу, сказать, добавься, 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 а потом сказать, подожди всех. Очень неудобно, потому что мы должны добавить все задачи, нам на каждую из них выдастся Future. Мы должны эти Future куда-то сохранить, ну, например, в массив, и потом начать пробегать по этому массиву и ждать, пока выполнится каждая Future. Future. Это то, как можно написать этот код, но он опять будет работать очень не классно, потому что, предположим, вам не повезло, и самая первая задача, которую вы добавили, выполняется дольше всего. Это значит, что ваш код давным-давно мог бы брать результаты уже задач, которые выполнились, но он не может их брать, потому что вы висите на первой Future. И спрашиваете, дай мне, пожалуйста, результаты на именно этой первой Future. Это очень неудобно и непродуктивно, и код ваш работает совершенно нехорошо. Вот. Поэтому была написана такая штука, как... Есть, во-первых, сейчас мы разберемся, для этого в Java тоже есть механизм, но мы написали сверху Concurrent Task Executor. В чем он заключается? Вот, смотрите, я говорю, вот мой Concurrent Task Executor, это его использование. New Concurrent Task Executor, передаю туда Executor Service, потому что ему, в принципе, все равно, с каким Executor сервисом работать. Это может быть Single Thread, это может быть Thread Pool, абсолютно неважно. И я ему передаю, сколько количества задач максимально разрешено в нем находиться. И это интересная вторая особенность. Как вы думаете, если я создал Thread Fixed Thread через Executors, мне создали Thread Pool, вернули его в виде экзекьютора, я добавляю задачи. Как вы думаете, сколько задач туда можно добавить? Бесконечно, точнее не бесконечно, пока вы не упадете по ООМ, либо не начнете на гарбоч-коллекторе такие тормоза выхватывать, что ваше приложение начнет не выполняться. Как это изменить? Ну, как изменить? Вот бесконечно, у вас есть явная проблема. Вы добавляете задачи в Thread Pool, а они у вас падают по ООМ. У вас появился первый дефект в системе, который говорит, мы упали по ООМ, потому что вот этот вот компонент системы сгенерировал столько задач, что другой компонент системы сожрал всю память. Ваше исправление. Каким образом? Залимитить. Лимита не существует. Сознатель фиксит Трудпу. Фиксит Трудпу, мы его и так используем. Он количество потоков-то создал ограниченное. Там, вы попросили три, он создал три потока. Но количество задач можно запихнуть туда сколько угодно. Они просто все ждут. Три выполняются, остальные ждут. А вы по ООМ падаете. Вкусать свою реализацию, которая будет раховать. Кого реализацию? Сколько задач было данного, сколько их было данного. А это реализация кого? Не знаю. Черт его знает. Экзекутор тут ни при чем. Он просто берет задачи и раздает их потоком. Выполняйте задачи группой, чипачками. Внутри экзекутор сервису передается очередь. Это очередь, в которую он засовывает. И по-хорошему можно было бы взять и эту очередь переопределить. И сказать, что вместо того, чтобы использовать стандартную очередь, которая безгранична, давайте использовать блокинг-кью с лимитом. И тут происходит второй нежданчик, точнее уже, наверное, третий. Когда вы используете такую реализацию, то экзекутор пытается в эту очередь запихнуть задачу. У него не получается. То есть его отлупливают и возвращают ему фолс. Он говорит, отлично, я ее реджекчу. Она не блокирует вас. Вы-то ожидали, что придет какой-то продюсер, который делает задачи, и попытается запихнуть задачу, и его заблокируют. И через некоторое время, когда освободится пространство, его разблокируют. Так не будет. Ваши задачи будут зареджекнуты. И если вы ничего для этого не сделали, вы просто будете терять задачи. И причем абсолютно вот просто без всяких этих... Ну, не совсем. Дело в том, что вам необходимо для того, чтобы что-то с этим делать, вам необходимо у треда, у экзекутор сервиса перекрыть еще один метод, который будет говорить о том, что ага, когда тебе будет приходить какая-то реджектнутая задача, вот я могу тебе ее дать, и что-то ты с ней можешь сделать. И вот там надо самостоятельно написать механизм блокировки. Что совсем не радостно. То есть мы уже должны, а, отказаться от использования экзекутора с new fixed thread, потому что туда нельзя передать очередь, напрямую конструировать экзекутор сервис. И в него же еще потом ставить set rejected, там, я не помню, как он называется, обработчик-хендлер-режектнутых тасков, и там делать блокировку, говорить, засни, пока там не освободится место в той же queue, которую вы туда передали. Все выглядит как-то не очень хорошо. Вот, поэтому здесь мы имеем возможность передать вот этот 5 туда и сказать не больше 5 задач. Сейчас мы увидим, как это работает. Указываем ему в task executor, какой task wait timeout у нас будет использоваться. В данном случае это 1 минута. Это этим самым мы говорим, когда ты потом будешь ждать задачу, ну, на выполнение, сколько максимально тебе разрешено ждать. Ну, чтобы не зависнуть до бесконечности. Мы напихали задачу и говорим, выполнились они или нет, и зависли. После этого, смотрите, бач любого размера, нам абсолютно все равно. Вот у нас есть ready какой-то бач, который мы взяли вот отсюда. Вот, бежим по нему, не лямбдами бежим, ой, не этим, не стримами бежим, замечу. И в task executor сабмитим новый бач процесс task. Ну, task на обработку этого бача. И когда подойдет лимит вот этот 5, то мы здесь просто зависнем. Соответственно, мы будем просто зависать, потом пройдет время, нас пустят, мы напихаем еще task, и в конце мы вызовем wait for all task completion. В этом случае нам не интересны результаты, мы просто хотим добиться того, чтобы вот все эти task завершены. Как это устроено внутри? Смотрите, внутри это устроено следующим. Вот эта штука, которая существует в Java и так, в JDK, для того, чтобы вы не делали список фьючеров, не пробегали по нему, и каждый за ними не вызывались, называется executor completion service. Кто-то когда-то пользовался executor completion service? Поднимите руки. Вот, это executor completion service. Он как раз скрывает от вас вот этот список фьючеров, и он как раз делает так, чтобы как только первый из этих фьючеров закончил свою работу, не первый, который вы за сабмитили, а первый, кто раньше всех работу закончил, а может 17-й, 22-й, 5-й. Как только кто-то готов, он говорит, он готов, и отдает вам его на get. Он создается очень просто, new executor completion service, executor, то есть он оборачивает вот этот вот executor service. и мы устанавливаем вот такой флажок, вот он, concurrent task limit, тут тоже все просто. И имеем вот такой вот счетчик, количество задач. Замечу, что этот счетчик не является защищенным от потоков, потому что мы задачи добавляем как раз в одном потоке. У нас задачи не добавляются с разных потоков. Так же, как и вот этот executor completion service, он создается локально тому, кому нужно делать работу. Он не шарится между потоками. То есть если вам необходимо кому-то и еще выдать на том же thread pool вот такой task executor, вы создаете новый экземпляр, ограничиваете его и работаете с ним. Поэтому нам как бы потоков бояться незачем, здесь обычный int. Теперь, когда делается submit, мы проверяем limit, это наша первая операция, мы сравним количество задач с concurrent task limit. Если он больше, мы говорим, подожди. Все прозрачно. Если нам разрешено, то мы делаем completion service submit, сабмитим task в completion service, который сабмитит его в executor service. И увеличим количество задач на единичку. Понятно это? Или есть вопросы? Сейчас мы на следующем экране разберемся. Мы в экран просто все не вместим, поэтому тяжело глубже копать. С этим понятно? Ну и в сути у нас huge, future... У нас huge вообще нет. Future все скрылись в executor completion service. Все, мы к huge больше никакого отношения не имеем. Вот. Wait. Соответственно, смотрите, wait, вот где-то, вот wait for task completion. Начнем с него. Что он делает? Он говорит, сколько задач у нас есть. Он копирует это значение в локальную переменную. После этого пробегается по... От нуля до количества задач, которые нам нужны. И ждет каждый из них. После этого возвращая результаты, куда мы собираем вот это. Это wait for all task completion. Когда нам нужно дождаться... Это самый последний метод, который мы вызывали. Когда же мы говорим, что wait for один task completion, то мы говорим, try to get next task result. Мы спрашиваем completion service. Дай нам, пожалуйста, что у тебя есть. Сохраняем в результаты. И возвращаем то, что нам вернулось. Сохраняем в результаты для того, чтобы чуть что потом вот этот wait for all task completion service вернул все результаты. Ну, мы не чистим результаты, мы как бы добавляем в него, добавляем. Соответственно, в результатах скапливаются все задачи, которые необходимы, которые были сделаны. То есть прозрачно потом наружу, когда мы возвращаем в конце все результаты, то они все. Вне зависимости от того, что мы могли вызывать разные методы. Вот когда мы только запихивали задачи, то вызывался wait for task completion. В конце мы вызвали wait for all task completion. Но, тем не менее, они все будут в результатах. Да. Кто в тебе когда interrupt exception? Сейчас еще глубже будет. А, кто бросает его, его бросает completion service. Потому что completion service, обернув себе работу с потоками, соответственно, если он попросил у кого-то и прервали, то он бросает interrupt exception. А почему циатуде illegal status? Потому что по-хорошему нас никто не должен был прервать. Мы не встроили внутрь механизм для прерывания. Мы его вынесли на уровень выше. Мы его вынесли на уровень пользователя этого completion service. То есть пользователь completion service должен был сказать, что ага, если у меня долгая задача, то я должен позаботиться о том, чтобы чуть-чуть остановиться. Да, то есть он этим не занимается. Вот. Да. Потому что... Это не совсем корректно. Потому что если мы будем вот тут вот ее же менять, то она вот, вот wait for task completion, сейчас мы вот в этот метод придем, там делается минус один. Меняется, да? Да. Там делается минус один, и мы наталкиваемся на то, что мы меняем ту же переменную, по которой мы бежим. Ну, которая является у нас ограничителем. Потому что вы же понимаете, где-то должен быть минус-минус. Ну, декремент. Если нету декремента, то мы всегда будем изображать, что у нас пул задач полон, и задачу новую добавить нельзя. Декремент, я бы wait for task count for restore. Где? И comma wait for task count for restore. Ой, ну это кому как нравится. Тогда бы вот эта строка была бы очень длинная. Ну, то есть... Вопрос, можно вообще весь код, в принципе, в одну строку записать? Станет ли от этого проще? Не думаю. Вот. То есть тут именно мы... Почему ее назвали по-другому? Мы здесь именно четко сказали, что это wait for task count. Это сколько мы ожидаем. Соответственно, мы его зафиксировали, и столько раз крутимся. А это shared state, то есть это количество задач на текущий момент. И мы понимаем, что если мы кого-то дождались, то количество текущих задач, которых мы ожидаем, уменьшилось. Ну, то есть эту переменную по своей логике нельзя использовать для цикла. Потому что она бежит по количеству задач, которые есть. И, наконец, последнее, что у нас осталось, это самые низкоуровневые детали. Вот. Мы говорим completion service pole. Это когда мы пытаемся получить задачу. Вот сюда мы передаем timeout и timeout unit. Помните, которые задавались вот тут на клиенте? Один, минуты. То есть мы когда просим у completion service, мы говорим, пожалуйста, верни нам результат задачи, но только в том случае, если ты не превысил вот этот интервал. Но если он возвращает нам вот тут результат, это future, на котором мы можем получить дополнительную информацию о той задаче, которая закончилась. Если она не закончилась, то у нас вот этот validation должен быть, который проверяет ее на now и говорит task way timeout exit. Ну, если мы получили now, это обозначает, что он нам за тот timeout, который мы указали, не смог вернуть future ни одну. И после этого мы говорим get result. Здесь уже все на уровне future. Все то же самое, чтобы мы имели с одной конкретной future. С future мы говорим get. Get возвращает результат, если он был успешный. Если нет, то он бросает execution exception. Execution exception, мы его не можем пробросить дальше. Потому что если мы пробросим дальше execution exception, то там наверху совершенно не поймут, ну, что внутри произошло. Execution exception – тот exception, в который Java оборачивает runtime exception, случившийся у вас внутри таска. То есть вы дали Threadpool, Executor сервису выполнять какой-то таск, у вас произошла проблема, выпал ваш runtime exception, он его обернул в execution exception и выкинул его. Мы здесь, соответственно, его ловим и в обратную сторону раскодируем. То есть берем у него каос и бросаем каос, чтобы тому, кто это использует, было абсолютно прозрачно. Используются у нас потоки, не используются у нас потоки. Он отдал задачу на выполнение, и она выполнилась. И, наконец, таскаунт минус-минус. Ну, это то, что ожидалось. Причем, смотрите, таскаунт минус-минус, вне зависимости от того, он стоит в блоке final, вне зависимости от того, эта задача завершилась успешно или нет. Потому что эта задача уже завершилась. Была ли она ошибочной или не ошибочной, это уже детали. Но для нас она уже все, она прошла, ее нету в completion сервисе. Ее нету в executory, все, о ней никто ничего не знает. Поэтому здесь стоит final. Понятно? Все вроде как очень просто. Да? Мне тоже так кажется. Но дальше, смотрите, вот имея вот это, вы можете писать вот такой код, и вам абсолютно все равно, сколько потоков внутри. Вы точно знаете, что количество задач не вырастет до бесконечности. Вы точно знаете, что вы можете вот тут вот делать wait for all task completion, и вам вернутся все результаты. Единственная проблема, которая у вас есть, это то, что если, например, вы сабмитили, сабмитили таски, а потом вызвали только вот этот метод, wait for all task completion, и у вас хватало capacity вот этого вот для того, чтобы все таски запихнуть, то exception вы получите только тут. Ну, если с одним из них не сложилось. Понятно это, почему происходит? Потому что если у вас, например, capacity 5, а размер батча 10, то вы первых 5 задач запихнете, потом будете ждать, и если с одной из них, которая вот следующая освободилась, случилась беда, то вы этот exception получите на сабмите, потому что на сабмите, напомню, вызывается этот, чек-лимит, а на чек-лимите проверяется wait for all task completion. Соответственно, вам тогда не дадут до конца забить все задачи, если какая-то из задач упала. Обычно для батчевых операций это и хорошо. Ну, представьте, вы вставляете в какую-то табличку, не знаю, миллион записей, разделили их на кусочки по тысяче записей, и вот вы вставляли, 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 и 173-я пачка не вставилась. Вы же не можете просто взять и пойти дальше вставлять остальные. То есть вы должны полностью всю батчевую операцию прервать, зачистить за собой данные и вставлять на ново. Либо же, когда вы упали, скорректировать батчи, ну, теперь спросите, а какие батчи уже были вставлены, скорректировать их и уже вставлять на ново. Но вы в любом случае должны остановить текущую загрузку, потому что она уже привезет непонятно к каким результатам. Следующая простая задачка, и сделаем перерыв. У вас есть ресурс А, вот есть ресурс Б, и много потоков, которые к ним доступаются. Вот вам хотелось бы, чтобы если два треда доступаются, то одного попросили подождать. Понятно, задача очень простая. Это некие именованные ресурсы, то есть у каждого из них есть имя. Это longidishnik или string какой-то, не знаю, name или еще что-то. То есть вот есть такой факт. Почему нельзя, кстати, напрямую решить эту задачу, если таких ресурсов много? Ну, делай лог именованный и поехали. В чем проблема основная? Ну, смотрите, можно же было сделать как? Можно было сделать конкурент мапу логов. И когда у вас новый ресурс появляется, вы говорите, эй, put.fabsand, новый лог. Если там есть, соответственно, лог вернее этот, берете этот лог и лочитесь по нему. Ну, все же очень просто, правильно? Почему так, ну, плохо сделать, скажем так? Все хорошо? Ну, вот у вас тысяча ресурсов, десять тысяч ресурсов, еще тысяча, еще десять тысяч. Ну, лочится и лочится. Это залог за это отвечаешь, чтобы они в одном порядке? Да. Не, это уже проблема дедлоков, она будет в любом случае. То есть, если вы будете не соблюдать порядок локов на ресурсы, это как бы ваша проблема. Тут вам никакой механизм не поможет. С такого типа ресурсов точно должен с одним, потому что иначе он действительно непредсказуемо может вызвать дедлок. Ну, и это не некой реализации, это логический дедлок. Ну, он не физический, он не зависит от того, использую я рентренд лок или я использую еще какой-то механизм. Он зависит лишь от того, что я логически вывожу себя в дедлок. И это никак не обойти. Ну, трево в порядков это заходить. Ну, конечно. То есть, как это сделать в случае, когда у тебя рандомные имена ресурсов, надо подумать. Ну, это все уже будет зависеть от ситуации. Можно их упорядочивать и спрашивать, не находится ли этот ресурс до этого ресурса и так далее. Но если вы этим не занимаетесь, тогда у вас заведомо дедлок будет. Причем он сработает, когда в самый неприятный момент, когда вы его не будете ждать. Так почему нельзя локов создавать и создавать и создавать? А? Ура! ОМС поймаем. Если поток ресурсов через систему достаточно большой, они меняются, айдишники, например, у вас инкрементально идут, то вы все новые и новые локи создаете. Через какое-то время вы просто упадете по ОМ, либо придете к тому, что garbage collector будет съедать всю цепу. Это понятно? Нельзя в мапу просто пихать до бесконечности. Вот. Был вариант с тем, чтобы взять вик-референс мап или еще что-то и начать играться вот в эту область. Мы поэкспериментировали, нам не понравилось. Поэтому мы решили реализовать немножко другой механизм. Мы решили взять ту же самую мапу, которую изначально вот взяли бы. То есть вот у нас есть конкурент мапа, которая имеет ключом тип кия, это имя ресурса. И здесь имеет ресурс лок. И вот видите, лок, все, new, конкурент хэшмэп, все по-честному. Смотрите, когда мы хотим создать ресурс лок по ресурсу, мы делаем следующее. Мы спрашиваем, соответственно, из мапы, дай нам, пожалуйста, лок. Если этот лок равен null, то есть его еще нету, мы создаем новый create read write лок по ресурсу. После этого оборачиваем его в нашу оберточку ресурс лок. Это не джавашный класс, это наша оберточка, я объясню, для чего она. И запихиваем ее в конкурент мапу. То есть мы хотим сделать мапу оберточек. Какова ответственность этой оберточки? Эта оберточка будет считать, находится ли после каждого обращения к этому локу, когда мы его релизим, находится ли еще какой-то тред в ожидании этого лока. Для того, чтобы когда все треды, кто боролся за этот ресурс, доборолись, мы могли его удалить из мэпы. И тем самым мы в мэпе будем хранить только те локи, которые нужны ресурсам, обрабатываем еще в данный момент времени. Понятная идея? Идея вот ровно вот такая. Сейчас вот этот метод create-resource-лок небезопасен, как вы видите. Ну, он ничего не сделан для потока безопасности. Это будет решаться немножечко дальше. У нас была первая идея попытаться вот этот вот, вместо того, чтобы делать get, делать вместо этого put и fabsant вот в эту мапу. Это не очень красиво, потому что есть небольшой интервал времени между тем, как мы делаем put и fabsant, и нам выдают, что да, там есть запись, и нам ее вернули. Но в это же время другой поток может зарелизить тот конкретный лок, сказать, он свободный, а мы еще не успели его схватить. Нам его выдали на руки, сказали, вот он лок, но мы его еще не схватили. Соответственно, на релизе вот эта наша оберточка скажет, ой, а он используется или нет? Ему скажут, не, не используется. И он его убьет из мэпа. В итоге мы получили себе на руки лок, который больше никогда никому не увидится, его удалили из мэпа. Если сейчас другой тред придет туда и скажет, и я хочу на этот ресурс, ему создадут новый лок, и мы будем оба с разными локами уверены, что мы синхронизируемся по одному и тому же. Понятно это? То есть работать так не будет. И получается, что надо более хитрую процедуру, надо делать синхронизационный метод или каким-то механизмом синхронизации между вот этим вот механизмом, выделением лока, и вот тем, который релизит локи. Ну и нам показалось, что это слишком сложно. Мы потом проверили по перформансу, у нас решение, которое сейчас я буду показывать, вполне устроило, и мы дальше не ковыряли глубже. Вот самое простое, давайте начнем с оберточки. Оберточка содержит внутри read-write лок и каунтер. Понятно, да? То есть каунтер увеличивается или уменьшается, в зависимости от того, что происходит с локом. Как происходит decrease access count? То есть decrease access count уменьшает каунтер на единичку, после этого спрашивает, каунтер равен нулю или нет, и удаляет этот ресурс из локов. Понятно, да? Это тоже не потокобезопасно. Внимание. Ну, потому что здесь ничего не делается для потокобезопасности. И вот где происходит потокобезопасность. Когда мы говорим о том, что нужно выделить ресурс, выделить лок на какой-то ресурс, то смотрите, что мы делаем. Мы на тот момент, вот у нас есть, я не знаю, как это лучше изобразить, у нас вся работа по синхронизации делится на два типа. Нам надо зарезервировать себе лок, убедиться, что это тот же лок, который у всех остальных тредов. И второе, вторая половина, это выполнить работу в залоченном режиме. Ну, то есть взять лок на этом локе, выполнить работу, отпустить этот лок. Работа над самим ресурсом, она всегда по объему больше, чем вот эти минимальные работы над конкурент мэпом. Поэтому мы решили, что мы просто возьмем и проблему синхронизации этого конкурент мэпа уменьшим в тысячу раз. Если этого будет мало, мы уменьшим ее в четыре тысячи раз. И для этого мы пользуемся страйпом, то есть в данном случае стоит 64, в 64 раза. Страйп лок позволяет по вашему ресурсу вычислить хэш-код и выделить вам по этому хэш-коду один из имеющихся 64 локов. То есть если у вас одинаковые ресурсы, вы всегда попадете на один и тот же лок. Но даже если они не одинаковые, но обладают одинаковым хэш-кодом, вы попадете на один и тот же лок. Почему мы этот подход не использовали вообще просто для лоцирования? Ну, взяли бы там тысячу локов и раздавали бы по хэш-кодам. Еще раз повторюсь, потому что операций, ресурсов очень много, и тогда бы они попадали на одни и те же локи. И сама процедура работы над ресурсом, она дольше. То есть если бы мы попали на одни и те же локи в работе, то мы бы действительно выстроились в цепочку и ждали бы долго. Работа с конкурент мэпой, она предсказуемо короткое время несет. Поэтому здесь, распараллелив эту работу на несколько локов, мы решили свою задачу. То есть я сначала, прежде всего, беру из страйпов по ресурсу лок. Это Striped Lock. После этого я лочусь, создаю ресурс лок. Помните, самый первый небезопасный метод. После этого увеличиваю счетчик на один и возвращаю пользователю этой системы read-write-лок. Видите? Я ему не возвращаю нашу обертку. Он вообще знать не знает о том, что у нас там внутри происходит. Может быть у нас механизм строго на страйпах работает, может еще как-то. Ему все равно. Он говорит, дай мне лок. Мы ему возвращаем re-entrant лок, где он? Read-write-лок, который мы создали. Re-entrant-read-write-лок. Обертка существует внутри нас. И тут же он лочим страйп лок. Вот эта операция имеет предсказуемо быстрое время. Но вот когда пользователь уже получил конкретный read-write-лок, и сейчас на нем залочится, вот это может иметь большое время. Поэтому вот эту маленькую операцию мы вот с помощью страйпов распараллели. Понятно это? Точно так же, когда он говорит allocate, потом он говорит релиз, лок. И вызывается вот эта штука где-то. Здесь, наверное, стоило бы добавить сюда еще релиз. Но релиз делает ровно то же самое. Он говорит из страйпов, дай мне лок, лочится по нему и делает релиз. То есть он как бы говорит, я хочу сначала убедиться в том, что никто параллельно еще не будет allocate-ить новый лок по этому же ресурсу. После этого проверяет счетчик, спокойненько удаляет его из мэпы. И говорит, все, дело сделано. То есть есть внешняя синхронизация и внутренняя синхронизация. Внутренняя синхронизация реализуется посредством старого доброго read-write-лока. Внешняя синхронизация реализуется с помощью тех же самых локов, только застрайпленных. Ну, то есть взятых в какой-то большей последовательности. Понятно? Да. Ты воодушевляешь меня. Окей, тогда давайте сделаем перерыв. Внутреннее решение ЖДК настроено на то, чтобы работать только внутри одного Java процесса. Поэтому мы будем говорить о некой внешней утилите. Смотрите, как это все делается. У нас есть интерпроцесс лок. Интерпроцесс лок – это такая штука, которую предоставляет ZooKeeper. ZooKeeper – это coordination service, который дает возможность из разных процессов координировать разные ресурсы. И в том числе следить за их обновлениями, в рентайме и так далее. Смотрите, как все прозаично. Когда мы говорим «хочу лок на определенный ресурс» и говорим «с каким тайм-аутом?», то здесь мы делаем строковый путь. В ZooKeeper все ресурсы должны представляться уникальным строковым идентификатором, который представляет путь к ресурсу. Вы можете делать как бы… Представьте себе это как файловую систему с папочками и под папочками. То есть вы говорите «путь виртуальных директорий» и в конце имя вашего ресурса. У нас, соответственно, есть некий «лок пасс» – это наш базовый путь этого типа локов. Ну и потом, естественно, ресурснейм. И после этого делаем лок этого ресурса. Мы сейчас пойдем внутрь на следующем слайде. И здесь нам возвращают буллин. Если мы его захватили, то мы проверяем этот флажок и запихиваем его вот в эту конкурент-мапу. И возвращаем этот флажок. Для чего это нужно в конкурент-мапу запихивать? Понятное дело, что если мы находимся в потоках, которые находятся в одном GVM, и наш сосед прямо в этом же GVM уже захватил этот лок, то нам незачем даже пытаться. Ну, зачем нам пытаться, если наш сосед держит этот лок? Зачем нам идти в ZooKeeper на сервер сетевое взаимодействие, если мы точно знаем, что вот у соседа этот лок держится? Удаляем, причем вне зависимости, был он там или нет, мы его удаляем из конкурент-мапа. Это проще. И смотрим, что вернулось. Если лок вернулся null, то для нас это warning, потому что мы по какой-то причине имели ссылку на лок, которого у нас не было. Ну, то есть такого, по идее, не должно случаться, но на всякий случай, так как remove нам все-таки вернул что-то, мы на всякий случай это вернем, чтобы, если мы ошиблись где-то в алгоритмах, то мы бы получили вот такой вот warn, который я периодически отслеживаю, можно понять, есть у вас проблемы или нет. Else мы релизим лок удаленный. Теперь как релизится лок удаленный и локальный? Смотрите, лок acquire, мы захватываем лок, лок-релиз, мы релизим лок. То есть ZooKeeper дает вам возможность в ЖДК использовать межпроцессное взаимодействие на одной или разных машинах, так же просто, как и компоненты ЖДК, которые вы используете локально. Ну, то есть разница минимальна. Понятно? Все как бы очень просто. Следующее. Вот тут задача поинтереснее. У вас есть некий ресурс, и к нему можно обращаться только лимитированное количество раз в единицу времени. Понятно? То есть есть, например, ресурс, к нему можно обращаться в секунду только три раза. Причем вам бы хотелось как можно больше обращаться из этого возможного лимита, чтобы не было такого, что вы в одну секунду сказали, ну, раз три, я один раз обращусь. В следующий раз два раза. То есть вы бы хотели агрессивно его использовать, но в рамках вот уровня агрессии. Чтобы если кто-то сказал, меня можно использовать не более 20 раз в секунду, вы 20 точно гарантированно его выедали. И, соответственно, с максимальной скоростью в рамках вот этого ограничения делали свою работу. То есть получается вот, например, три реквеста в секунду. Этого заставят подождать до следующей секунды. Понятная задача? Когда это нужно? Например, мы краулим какие-то сайты. И местный администратор задал такую штуку, как краул-делей. Краул-делей говорит нам о том, что нельзя к этому ресурсу ходить больше, чем раз в такое-то количество секунд. Другой пример. Мы агрессивно краулим какой-то сайт. Создатель сайта нам разрешил его краулить. Ну, говорит, закраульте меня пошустрее. У меня, например, миллион страниц. Ну, представляете, сколько миллион страниц можно краулить, если, например, краул-делей стоит 10 секунд. Ну, то есть там от сегодня и до бесконечности. И он говорит, можно краулить, не переживайте все. Но мы краулем очень агрессивно. И поэтому, если мы будем краулить без ограничений, то его сайт ляжет буквально в первые минуты. Поэтому мы говорим ему, хорошо, а сколько тебя можно в секунду краулить? И он говорит, давайте попробуем 10. Мы пробуем 10, его администратор привлекает, говорит, ай-яй-яй, у нас беда. Мы снижаем, например, до 5 в секунду. Ну, и, соответственно, каждому сайту можем выставлять. Пришел один сайт, говорит, ой, у нас там очень серьезная система стоит, давайте 50 поставим. Через 5 минут была паника, потому что пол сайта лежала просто напрочь. То есть для того, чтобы каким-то образом контролировать, то есть, понимаете, риск очень большой. Если мы кому-то пообещали, что будем краулить 5 раз в секунду, а краулим 50 по какой-то причине, то его сайт ложится. Соответственно, нам надо каким-то образом внутри управлять, но, тем не менее, быть эффективным, насколько можно. Как вообще, давайте так, как вообще ограничить количество доступов к какому-то ресурсу? Какая штука существует в Java для этого? Симафор существует. В Симафоре можем сказать, сколько можно доступиться к определенному ресурсу. И после этого, соответственно, на этом Симафоре все действия осуществляем. Как бы вы решали эту задачу, если нужно потом переключиться на, ну, проходит секунда, и надо на следующую секунду уже новый Симафор? Если мы просто в тупую будем решать, то мы должны на грани секунды или при последнем обращении поменять Симафор местами. Но это появится механизм синхронизации. Причем этот механизм синхронизации появился не только при каждом, ой, при последнем обращении, а при каждом, потому что каждая не знает, последняя она или нет. Понятно? Ну, вот ты идешь в обращение, ты не знаешь, как бы до тебя были или нет, поэтому тебе нужно проверить какое-то состояние предыдущих обращений. И это долго. То есть мы попробовали, замерили, это простенько написать, пробовали долго. Есть реально bottleneck синхронизации. И поэтому мы решили использовать кольцо Симафоров для решения этой задачи. То есть берется кольцо Симафоров. По умолчанию проще всего понять, когда размер вот этого кольца 60. То есть мы берем количество Симафоров в кольце 60, соответствующее количество секунд в минуте. И создаем Симафоры на каждую из этих секунд. Что теперь значит с точки зрения, то есть вот мы говорим, max rate per second, пробегаем по всему кругу и создаем Симафоры. Видите? Заполняем вот эти Симафоры по умолчанию. Когда кто-то хочет получить access, он говорит, acquire access, мы говорим, while не acquire. То есть мы его не блокируем, ничего, мы просто говорим, пока не получится у тебя, пытайся. Как работает acquire в данном случае? Акварер работает, он берет, дай мне активную ячейку, если в нашем с вами примере с минутами и секундами, дай мне активную секунду в минуте. Ну, например, 35. После этого он берет и говорит, я иду по 35 ячейке, мы берем в кольце 35 Симафор. И после этого пытаемся высчитать дилей и заакварить этот Симафор. Понятно? Причем дилей нам нужен для того, мы считаем дилей до конца секунды в миллисекундах. Ну, чтобы сказать, сколько максимально нам разрешено ждать. Чтобы он потом попробовал на другом Симафоре. Потому что, смотрите, если я сейчас хочу прийти в какой-то Симафор, и он перегружен, и если я в нем зависну надолго, то я не попробую в следующей секунде. Поэтому мы ему говорим, ты можешь попробовать, но не более чем до конца секунды. Понятно? Он просыпается в следующую секунду и говорит, ой, в этом Симафоре свободно. Идет тот Симафор, ему дают разрешение. Понятно? Остается одна проблема. Какая? Ну, вот мы идем, 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 пользуемся этими Симафорами, по секундам, все красиво. Чего не хватает? Количество трудов. Да, короче, сколько трудов? Не трудов, а... Не, секунду мы просто текущую секунду вычисляем, и все. По остаток отделения длины кольца. Ну, в данном случае, секунду в минуте. Тут интереснее другое. Кто это будет чистить, старые Симафоры? Ведь если я один раз так пройду по минуте, ну, все Симафоры заюзаю, а следующая минута началась, а у меня все использовано. Поэтому нужен кто-то, кто будет чистить это. Для этого у нас существует клинер, который делает следующие вещи. Он бэкграундный и запускается раз там в 10-15 секунд. Он берет текущую секунду, ровно так же, как берут все остальные, и говорит, я же знаю, что вот когда я хочу что-то выполнить, не факт, что мне дадут полностью мой метод выполнить до конца. Ну, может поток переключится, может гарбуч-коллектор нас там накроет и так далее. Поэтому я не могу верить, что вот если я взял активную секунду, то я могу всех почистить. Согласны? Поэтому он говорит, есть же разумный, безопасный интервал. Наподобие, например, у вас есть система, и вы говорите, ну, гарбуч-коллектор, ну, насколько может у нас там из нашего опыта остановиться? Ну, на секунду, на две, на три, на пять, ну, на десять. И мы говорим, ну, полностью остановить работу. И мы говорим, ну, окей, десять – это будет наш предел безопасности. Это значит, клинер берет текущую секунду, отступает от нее на десять вперед, на десять назад, и говорит, это опасный интервал. Тут еще могут быть товарищи, которые параллельно со мной чего-то делают. А все остальное я поклиню. Понятно? То есть он идет вот этим окном в десять секунд вперед, в десять секунд назад и клинит аккуратно за нами. Не в этом окне, а за его пределами. И получается, наши потоки все идут как бы внутри окна, а он клинит вне окна. И, соответственно, все застрахованы. Если у вас печалька, и вы не можете предсказать, сколько у вас как бы занимает ГЦ, просто увеличьте размер кольца. Сделайте кольцо тысячу, и безопасный интервал сделайте сто. Ну, это значит, что на полторы минуты, это почти, вы имеете возможность, ну, не уйти в сон полный. Если у вас на полторы минуты входит ваше приложение в сон, у вас уже беда не с семафорами. Надо решать уже другую беду. То есть с этой бедой можно потом вернуться к ней, когда решите ту. Понятно решение? А зачем клинить в обе стороны, почему не только назад? Зачем клинить в обе стороны, не только назад? Ну, да, то есть окно, вы сказали, в две стороны. Ну, потому что кольцо, оно на то и кольцо. Клинить назад на сколько? На 10. Ну, это же значит, что мы, смотрите, а если мы находимся сейчас в начале, например, на третьей позиции, это значит, что мы все равно и назад на сколько-то отступим. Ну, тут просто, чтобы, тут чтобы просто концепция была более четкая, мы выделили как окно. Ну, чтобы было понятно, что вот это как бы окно безопасности называемое. И плюс к этому, этот, чтобы было понятно, что мы никогда, например, не придем к тому, что мы пробежим целиком вот так, будет где-то ошибка, и мы пробежим целиком и придем назад к этому. То есть окно, оно чуть безопаснее просто. А так как бы никакой разницы. Вот. Понятно, да? А навеща назад сейфов сед? Якщо уже час пришел, то разразумело, навеща вперед сейфов сед в окно работать? А навеща назад? Только что же был такой же вопрос. Вам мой ворот пыталось, чтобы он застрялся. А, да зачем вы одну сторону, зачем другую? Смотрите, на самом деле можно чистить либо вперед, либо назад. Просто удобнее технически это организовать, с меньшей вероятностью будет допущена ошибка, потому что вы же понимаете, когда вы находитесь в конце, например, окна, да, вперед это обозначает, что вы должны вернуться на начало. Ну, у вас же массив. То есть находясь в конце массива, вперед это обозначает начать с начала массива. Проще гораздо установить просто два индекса, сколько-то назад, сколько-то вперед, и между ними почистить. Код проще получается. Но, опять же, это не обязательно делать так. Я просто показываю, что, ну, так концепция работает, она более понятная. То есть вот есть окно безопасности, все, и в нем мы чистим. Так, с этим разобрались, да, все как бы достаточно просто, вертимся по кольцу, считаем. Прозрачный батчинг. Зачем это нужно? У нас была задача, была небольшая перформанс-проблема с использованием люцена для индексирования. И мы хотели поэкспериментировать, потому что люцен при коммите, после каждого, мы коммитили после каждого документа, он после каждого документа писал на диск. Это медленно и нерекомендуемый способ. Поэтому мы подумали, надо поэкспериментировать с батчингом, написать в него там 100 документов, потом сделать коммит. Или какой-то другой батчинг. Но мы не знали, какая стратегия заработает, и мы решили реализовать батчинг таким образом, чтобы нам можно было поэкспериментировать. Чтобы можно было сказать, добавь задачу, подожди результатов. Добавь задачу, подожди результатов. добавь задачу подожди результатов а на самом деле ты не знаешь она сразу же выполняется или здесь накапливается какой-то бачи только потом выполняется ну вот нет у тебя такой такой информации то есть это прозрачно смотрите как это было реализовано то есть когда мы говорим видите даже остался код от индексатора когда мы говорим индекс документ то в task экзекитор добавляется task с этим документом и на task экзекитор и вызывается get все как бы предельно просто экзекиушен экзекиушен эксепшен мы оборачиваем обычный exception бросаем и легал стоит все как бы прозрачно вот что делает воркер обычный то есть вот для него вот этот task экзекитор батч task экзекитор который он использует он как будто бы обычный task экзекитор он в него запихнул и все и после этого говорит давай мне результаты как будто это просто пул потоков который он говорит вот тебе задача дай что у тебя получилось ясно то есть для для него тут нету ни слова про бачинг для него прозрачно что есть вообще бачинг и что им как-то пользуются но есть бач таск монитор который делает следующее пока не остановился он получаю пытается обработать следующий бач то есть он дожидается следующего бача обрабатывает его и отпускает задачи то есть смотрите что что на самом деле это происходит вот вы запихиваете задачу когда горит и эта задача на выполнение не пускается она накапливается 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 пока вот этот товарищ не считает что он дождался бача но он параллельно висит и спрашивает пока не стопт видите говорит подожди пока бач закончится все ждет 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 бач накопил сделал операцию и отпустил всех тех кто ждали задач если у кого-то что-то упало то он зафейлил задач и очистил бач сейчас мы посмотрим как это технически работает вот смотрите в этот таск вы же вы понимаете что все мега прозаично делается таск и добавляется в список ну все мы не выполняем таск мы просто добавляем список уэйт фу бач говорит таск пол и говорит да им подожди пока появится первый таск ну вот у него есть возможность висит очередь тасков и он говорит давай дождемся первого это хорошо что она сделана так потому что это блокирующая операция если систему не использует он завис как бы на этом и висит себя спокойненько дожидается первого и если не дождался витя говорит таск в этим тайм-аут иксид ну ругнулся он дождался первого и забрал его из очереди соответственно он его должен добавить первым таском бач и теперь происходит самое интересное место где мы пользуемся различными стратегиями для экспериментов теперь мы можем реализовать разные стратегии мы можем сказать давайте будем бачеваться по 100 элементов соответственно вот этот уэйт бач делай стратеги должен подождать пока не накопится 100 элементов мы можем посчитать сколько нам время например можем реализовать бачевую стратегию давайте ждать по секунде вот сколько в секунду пришло столько мы будем бач пихать это все определяется стратегией у нее есть гэт бач вейдолей куда передается новый таск когда он был создан чтобы от него отложить время сколько мы ожидаем и туда передается текущее количество задач и он вычисляет сколько какой длэй должен быть соответственно он смотрит если длэй больше нуля он спит этот длэй и после этого набивает бач то есть таким образом мы реализовали возможность гибкой конфигурации стратегии ожидания в процесс бача что у нас есть есть такой замечательный метод в очереди который говорит drain to drain to блокирующим образом представьте очередь многопоточным не все пихают пихают drain to говорит все что у тебя есть спихни в другую коллекцию ну то есть своеобразный слив всего состояния очереди когда нам это надо сделать нам это надо сделать тогда когда мы проснулись после длэя предложено нашей стратегии давайте разыграем такую ситуацию например стратегия определяет же надо ждать одну секунду всегда мы дождались первого элемента отдали стратегии вопрос сколько ждать она горит одну секунду мы уснули на одну секунду проснулись говорим очередь отдавай нам все что в тебе есть ну мы по количеству никак не ограничим отдавай все что есть она отдает сколько есть мы из этого формируем бач выполняем его вот тут выпала работа процессора сообщаем всем что бач запроцессился вот так реализованный релиз релиз таск просто на каждый таск вызывает ран на файл вызывает set exception ну то есть все очень банально и потом получается что когда мы этот бач обработали мы приступаем к следующему бачу мы опять дожидаемся первого если он там есть все здорово мы его берем и таким образом разбиваем все задачи на бач понятно суть благодаря этому подходу мы смогли задать разные стратегии и поэкспериментировать и выбрать ту стратегию которая подошла лучше для оптимальной работы с люценов скими индексами то есть мы могли варьировать параметры сколько ждать мы могли варьировать параметры поскольку элементов разбивать могли делать более сложные стратегии и сам механизм обработки им и код который посылает задачи на исполнение он вообще никак не менялся так это наверное самый сложный будет пример необходимо решить следующую задачу есть некий ресурс к нему обращается несколько потоков и сказано что когда вот scroll delay яркий пример сказано что когда мы ресурс получили на управление то после этого можем обратиться к нему еще раз только через сколько-то секунд то есть вот все это это обозначает если виртуально вы подумаете это нам надо построить цепочку обращений к ресурсу ну вот все идут а мы их выстраиваем в очередь обращений с дилеями между каждым обращение то есть соответственно вот этом мы запрещаем и говорим тебе можно только через столько-то этому разрешаем этому разрешаем вот такую систему надо реализовать здесь это следующим образом у ресурса есть айдишник и есть access delay вот этот crawl delay то есть через сколько меня надо попробовать если тебе запретили у нас есть понятие лога лог это та штука куда записываются все обращения мы говорим создай пожалуйста аксесс реквест в аксесс реквест это попытка доступа к этому ресурсу после этого на уровне алгоритма мы спрашиваем разрешено или нет если разрешено то мы возвращаем алоу токен в котором сказано можно спокойно давай если нет мы билдим дизелло и рекомендуем через сколько обратиться смотрите как работает проверка на аллоу вот это самая ключевая штука она нужна в плане конкуренте для того чтобы снизить вероятность того что потоки будут пересели пересекаться по конкуренте то есть мы когда создали аксесс реквест в аксесс реквест вошел текущий time stamp вошел аксесс delay и вошел последнее обращение к этому ресурсу и мы спрашиваем если этот ресурс еще не доступался мы первые кто кто вот ресурс доступается то в принципе все хорошо мы можем возвращать алоу но мы дополнительно говорим если к нему доступались то мы пытаемся лог и в таймаут exit то есть мы говорим что если таймаут с предыдущего доступа уже как это завершился вот то в этом случае мы пытаемся наш вот этот вот аксесс реквест залогировать как успешный только в этом случае во всех остальных случаях мы говорим фарбит все уходи смотрите как лог и в таймаут exit мы проверяем exit таймаут или нет и аксесс реквесту грим локс аксесс аксесс и вот тот внутри имеет смотрите что у него есть лог всех это вот ресурс а этот последнее к нему обращение ну то есть по каждому ресурсу есть самое последнее успешное обращение кому мы разрешили тех кого мы отшибаем мы сюда не вписан ну они там где-то живут потом сюда опять придут через то время которое мы им рекомендовали есть ресурс айди это текущий ресурс который мы работаем это текущее время время последнего доступа и вот это success аксесс тайм то есть это вот то к чему мы пытаемся прийти вот он сконструируется ресурс инициализируется лог он общий на всех коррент аксесс тайм вот этот gta миллисе констой в текущее время ласт аксесс тайм put и фэпсон то есть мы пытаемся узнать когда было был последний успех мы запихиваем себя если там никого не было клок это наш класс клок нужен для того чтобы когда вы пишете тесты и вы хотели бы чтобы в ваших тестах проверить например такую логику берется от текущей даты три месяца назад или берется от текущей даты все дни в этом месяце ну вам каким-то образом надо знать от какой даты поэтому в классе клок есть возможность как бы установить любое время хочешь в будущее хочешь в прошлое и заресетить и тогда очень удобно писать тесты и тогда очень удобно изображать системе как она будет себя вести если она была бы в прошлом ну то есть вот такой класс ну конкарности мало отношениями вот из тайм аут икси тут все очень просто два таймстэм по просто сравниваются между собой проверяют один плюс delay больше второго или нет то есть тут даже ничего интересного нету а вот лог саксес аксесс вот это интересно значит он сначала определяет кто из них карант или или last является настоящим олдом и теперь он спрашивает стил и кто он пользуется тем что в конкурент мэпе есть возможность здесь такой метод под названием реплейс вот представьте есть мэпа и в ней хранится что на ресурс а есть какой-то таймстэмп мы соответственно его вычитали грим отлично наш таймстэм взяли проверили его на delay и грим вроде мы как хороший кандидат но параллельно с нами работает другой поток который сделал то же самое и теперь мы оба эти потока уверены что наш таймстэм хороший понятно и теперь нам надо каким-то образом атомарно одному из нас сказать да другому нет для этого каждый из них пытается сделать реплейс старого на себя кому-то это удастся кому-то это не удастся и кому-то из нас вернут буллин что да я действительно актуален и мне получилось второму вернуть что нет не получилось у тебя falls понятно то есть вот корень всего что я тут показываю все остальное было создать таймстэмп красиво заверни его там в какой-то класс обертку чтобы можно было на ней вызвать как доменный метод корень этого это то что в конкурент мэпе есть реплейс и благодаря этому реплейсу мы туда устанавливаем только того кто действительно был первым кто не первый извините и видите если я стил и актуал ну то есть мне все-таки удалось сделать реплейс то тогда я есть success access time ну вот видите я его установлю и тогда я сразу могу возвращать true мне все удалось если не удалось извините мы возвращаем false понятно кстати я сейчас прочитал и заметил что можно одну строчку убрать можно вот это убрать а здесь сделать ретурн стил и кто надо поправить очень важный момент понятно суть то есть суть мы имеем мэпу в которой хранятся таймстэмп и создаем новый таймстэмп есть проверили с последним он является ли актуальным если является актуальным и его за реплейсе счетчики кто пользовался хоть когда-нибудь atomic integer ну хоть кто-то пользовался вот atomic integer существует для того чтобы из разных потоков наращивать какой-то счетчик и считать потока безопасно у atomic integer есть проблема когда concurrency уровень обращения к нему очень большой то есть он честно все посчитает но только будет медленно это считает он несмотря на то что достаточно хорошо устроен внутри но при большом количестве обращений не очень хорошо и поэтому существует реализация за шардированных счетчиков если представить вам очень простыми словами то представьте что вы пользуетесь преимуществом что сумма сумм дает вам конечный ответ вы взяли и вот к вам приходит увеличитель счетчика а вы ему говорите увеличь вот эту часть счетчика ну вы разбили свой счетчик на несколько кусочков внутри и каждый из них является механизмом синхронизации приходит какой-то поток говорит я хочу увеличить счетчик ему говорят возьми и увеличь вот эту половинку ну по ней синхронизируясь приходит вторая это второй трейд говорит я хочу увеличить кусочек счетчика ему отдают там третью половину это увеличивая ее таким образом вы на определенное количество уменьшили блокировки ну в то количество раз сколько у вас шардов вот таких это некое подобие страйпа о котором мы говорим вы уменьшили вот это вот количество и теперь когда вам но минус от этого когда вам теперь нужно получить get оттуда вам надо их сложить ну суммы взять но тут вот тут действует другой прикольный механизм если мы говорим про atomic integer то согласитесь что понятие точечного счетчика ну его значения она очень расплывчато вам могут возвращать то значение которое есть сейчас и параллельно другой трет может его еще инкременте ну то есть говорить о том что она была там совсем верным или не совсем верным но сложно как бы вы будете гарантированно и atomic integer вы используете гарантирован чтобы он не напортачил с многопоточностью и просто хоть как-то считал но в какой-то момент времени сказать это самое последнее значение или нет но это несколько абсурдный вопрос и поэтому это все работает раньше вам нужно было бы написать вот такой код для того чтобы это все работало не вдумайтесь в него совершенно он реально сложный вот но с java 8 это уже встроена если у вас не java 8 то существует лонг эдер который находится в гуаве и который вы можете использовать вместо atomic atomic long или atomic integer вот то есть это это нужно для тех у кого действительно много потоков приходит и вы проверили по перфомансу и действительно вот там боттлнэк боттлнэк в счетчике теперь быстренько давайте пробежимся потому куда еще заглянуть тем кто интересуется конкуренте на не хотел бы писать свой велосипед с нуля thread factory builder thread factory builder это замечательная штука которая позволяет вам задать правила именования потоков вот если вы не задаете как ваши потоки будут называться вот вы влоги смотрите можно будет там thread 5 thread 7 то очень много информации да дает вам откуда этот thread что он вообще делает я вам покажу пример как на шаг приблизиться к чуть лучшему то есть вы делаете thread factory builder указывается нейминг паттерн например партер такой-то в этом случае у вас в логах будет не thread просто там 7 thread 15 будет parser 5 parser 3 и так далее чуть более глубокая техника а ну тут вы можете еще сконфигурирует разные штуки для потоков и потом вы эту фабрику можете передать в нее fix it thread pull передав сюда фабрику что еще делают из этой же области просто у меня не будет этого на слайдах мы очень часто экспериментируем с классной штукой если вы обрабатываете некую транзакцию или некую задачу то в начале обработки задачи айди уникальной задачи оттачиться к имени потока вы просто говорите с red god name set name старое имя плюс айди моей транзакции и потом finally возвращаете ему его старое имя тогда это очень полезно при большом потоке информации потому что потом когда вы смотрите в логах то у вас при не просто там парсер номер три а парсер номер три который обрабатывал вот такую-то задачу и вам теперь понять в контексте чего вы получили exception или в контексте чего вы получили там не знаю проблему очень легко потому что у вас есть айди задачи которые вы обрабатывали то есть имя потока можно менять в рантайме это никаких проблем с этим нет ну это очень легко когда у тебя на там есть если она там есть и уже трейси дальше легко конкар энд ю тилс позволяет вам заменить вот штуку которую вы часто используя если используя конкар энд мэп вы делаете put и фэп сент потом проверяйте вернулся ли вам нау и в зависимости от этого возвращается либо резалт либо вэлли я никогда не мог понять почему этого же самого не делает сам конкар энд мэп ну нет у него аналогичного метода но вот это делается у меня таким кодом вот почти каждое обращение конкар энд мэпу из перещину вот поэтому вы можете вот заменить сделать put и фэпсон передав туда мэп кейв л и помните он говорил что оборачивается exception в экзекьюшен exception чтобы достать из него причину его и и строить ее вот вам пример да вот экзекьюшен exception если каосы instance of runtime exception сроу этот каос а это потому что из библиотеки я подключил мне нужно было код их взять сердце я в сердцах смотрел поэтому она и показывает что ничего не используется вот ну то есть это не наше вот все что я вот тут показываю после вот этого это не наше это опенсорсное доступно всем кому угодно вот такая штука есть в комманс и в комманс лэнг и такая же штука есть в гуаве только чуть по-другому сделано вот эта штука есть в комманс лэнге тайм симафор тайм симафор это почти то же самое что мы писали для доступа к ресурсам но несколько по другому она говорит сколько обращений разрешено за вот это количество секунд или или минут любого таймьюнита который вы передаете сделать ну и соответственно вы говорите acquire и что-то делать но она реализована внутри на очень жестких блокировках и работает медленно поэтому если вам необходимо использовать для того чтобы например у вас есть некие некие задачи над базой данных которые там что-то сложное вычисляют и вы бы не хотели такими задачами постоянно базу нагружать и хотели бы ограничить что раз в 10 минут мы можем себе позволить ну то есть чтобы конкуренте level не был очень большой то тогда вот это решение можно брать и она работает но внутри там все печально с конкурент он не для этого был сделан он был сделан для того чтобы ограничивать доступ к ресурсам которым не сильно большой наплыв народу следующий тайм лимитер тайм лимитер это такая прозрачная штука интересная которая позволяет вам обернуть ваш сервис в прокси и сказать что любой метод этого сервиса если будет вызываться и пройдет больше чем заданное количество времени надо бросить exception представьте вы решаете задачу вам необходимо сказать что я вызываю некую внешнюю подсистема она должна отвечать очень быстро если она отвечает медленно эта проблема мы должны остановить вызов вы берете здесь просто вот у вас есть некий кейвар чекер инициализируется симпл тайм лимитер делаете прокси после этого вызываете вот прокси чек кейвар и если у вас слетает таймаут то вы получаете анчик таймаут exception вот как бы все очень просто можете вот такую штуку прикрутить через spring тогда она вообще не будет видна никому ну то есть просто спрингом прикручивается аспект который это оборачивает и пробрасывает exception если метод слишком долго выполняется следующий это рейт лимитер вот он очень очень похож на то что мы реализовывали когда делали наш рейт лимитер но у него есть один прикол помните еще да что нужно не более чем n обращений в секунду вот этот делает одно и же но он действует по другой тактике он говорит ага у вас пять обращений например в секунду я попытаюсь вас распределить на интервале секунды ну то есть первого вызвать в 200 миллисекунд второго в 400 миллисекунд третьего в 600 миллисекунд потом 800 и так далее понятно то есть он их как бы сразу строит расписание почему нам это плохо потому что нам если у нас открывается секунда то нам выгоднее в самом начале секунды сделать все запросы чтобы они с большей вероятности концу секунды закончились то есть нам интересно в эти ворота в как можно быстрее зайти они говорят давайте плавную нагрузку сделать если у вас есть необходимость где-то задача делать плавную нагрузку на какой-то сервис вот это отличное решение в нем еще есть такая такой такой параметр как время разогрева он горит я не сразу дам там например делать по 20 запросов в секунду я начну с нуля в первую секунду дам один потом два потом пять потом 10 и потом выйду на полную мощность это очень удобно когда вы действительно какой-то ресурс имеете система только стартует вы говорите надо разогреться и потом уже будем крутить на полную мощь вот это уже полностью написаны находится в google guava striped мы striped уже немножечко затрагивали шикарнейшая штука которая позволяет вам вместо того чтобы иметь один лог на на какой-то на какой-то тип ресурса иметь он локов и выбирать их в зависимости от хэш-кода от какой-то другой функции то есть как бы скрывать свою проблему с локами за тем чтобы просто чуть-чуть ее скейлить то есть был один лог надо 60 локов и чтобы все было прозрачно вот отличный способ это сделать лист она был фьюча если вы работаете с фьючами и хотите более как это объяснить более красивый код иметь то вот так сделать лучше например вы говорите вот я получил фьюча get user я обратился в базу данных и говорю когда данные будут доступны вот через фьюча их получу вы можете фьючерс от колбек передать туда эту фьючу и вернуть колбек видите он success я сохраняю в кэш он фейлор я репортую об ошибке ну по технически здесь никаких плюшек нет чисто синтак шуга ну то есть просто выговор вы заведомо предполагаете что есть workflow что будет успех а есть workflow что не будет успеха то есть вам не надо три кэши и так далее оборачивать в разные exception то есть все уже за вас сделано вам только надо определиться что делать в успех что делать в неуспех ну более такой код приятный an interrupt the balls это интересная такая штука и его то что вот тут уже не используется это действительно я не представляю кому особо это нужно но и очень активно использовать кассандра и она говорит что слушай вот даже если там какой-то трет попытались остановить и сказали ему ты из интерапта там и вы же вылетел interrupt exception все равно продолжай работать то есть она как бы имеет возможность заглушить все проблемы которые связаны с тем что какой-то трет остановился и бросил на какую-то там операцию interrupt exception и так далее им это нужно по определенным причинам не будем глубоко копать но если вам вдруг понадобится вот посмотрите в эту область ого сейчас я попытаюсь я уже понимаю что в головах у вас все перемешалось я попытаюсь сейчас вам рассказать это в двух словах чтобы вы поняли как можно делать не только прямолинейную синхронизацию как можно делать хитрую синхронизацию но представьте себе мы все приходим на примере очереди в магазин мы все приходим и нам доступ к current нужен к кассиру мы же не рвемся все к кассиру да и нас кто-то там не стоит так вы уходите там придете через минуту мы аккуратненько становимся в очередь правильно и мало этого мы знаем такую штуку что если я стал за васей то когда вася пройдет я следующий вот этот код делает примерно следующее он говорит что у каждого есть глава во первых есть глава очереди вот это тот кто обслуживается сейчас он как бы держит лог каждый следующий кто пришел он смотрит кто сейчас последний в очереди говорит иди сюда я буду за тобой и ставит его в свои как бы предшественники и говорит все жди пока он больше ни о ком не париться он ему неважно сколько народу впереди ему неважно там ресурс там освободился не освободился ему важно то что когда предшественник закончит работу только тогда он имеет право начать работу понятно то есть они не пытаются ломиться в наглую к ресурсу они пытаются понять что если сейчас к ресурсу нет доступа то кто-то с ним работает и возможно не один они берут просто последнего кто должен с ним работать становится за ним как только последний освобождается он нотифицирует следующего о том что тот может иметь доступ к ресурсу понятно вот это изображено в этом коде вот ну вот это мы пропустим диструктор замечательная штука которая позволяет вам сделать такую модель у вас есть продюсер это тоже один из способов отойти от конкаренсе у вас есть продюсер который продюсер какие-то задачи у вас есть консу мер который конс люмет какие-то задачи почему у этих двух товарищей возникает проблема с много по точности ну если например там консюмеров и продюсеров много проблем возникает потому что они пытаются писать в некий ресурс общий, к которому сейчас имеют доступ все. Ну вот представьте, если это очередь, то они все пихают в очередь и все вычитывают из очереди. И из-за этого они стыкаются друг с дружкой. Дисруптор говорит по своей идее следующее. Если все продюсеры будут писать просто в какую-то ячейку большого барабана, то никто пересекаться из продюсеров не будет. Постоянно инкрементируется ячейка барабана, они просто свои данные, свои задачи пишут в новую ячейку. Консюмеры, в свою очередь, берут точно так же данные из ячейки, тоже инкрементируют. Если вы возьмете достаточно большой барабан, то в этом случае у вас продюсеры никогда не будут догонять консюмеров, все будет хорошо на этом барабане. И локи будут возникать только тогда, когда они догнали друг дружку, то есть у вас сбился баланс в системе, и продюсеры догнали консюмеров. Понятная идея? Получается, что это очень похожая идея, как помните, с нашим кольцом семафоров. То есть мы благодаря этому не имели лока на конкретном семафоре, мы просто выбирали другой семафор, тот, который соответствует определенной секунде. Также и здесь консюмер бежит, он просто идет по тем ячейкам, в которые какие-то продюсеры до него дописывали значение. Все. Вот если они встретятся, вот тогда будут локи. Но ваша система, и почему диструктор не для всех подходит, он подходит для сбалансированных систем. Например, когда у вас есть финансовые транзакции, приходят новые транзакции, а консюмер, он просто увеличивает счетчики на экране, ну и куда-то их отсылает. Увеличение счетчика – это фиксированная операция по времени. Рейд, с которым приходят новые транзакции, тоже фиксированы. В итоге у вас есть баланс, вы выбираете нужное кольцо, нужного размера, и у вас все едет очень-очень быстро. То есть это там миллионы операций в секунду. Вообще без никаких напрягов. Вы на локах, если вы хотя бы один лок будете иметь, вы даже пустой код не запустите на миллионе. То есть пустой код синхронизированный, вы не запустите миллион операций в секунду никак. Зукипер. Мы уже говорили про Зукипер. Там есть много механизмов синхронизации. Там есть барьеры, счетчики, выбор лидера, локи, кэши. То есть Зукипер и Куратор – это штука, которая позволяет вам синхронизировать ваш код, который находится на разных машинах в разных Java процессах. И если вы в такой ситуации, то обязательно посмотрите на Зукипер плюс Куратор. Вот здесь вот на последней страничке есть много всяких интересных ссылочек на то, что стоит почитать, если вы начали работать с конкаренси. И запомните, что конкаренси – это одна из самых сложных частей программирования. Именно поэтому в современном мире так процветают штуки, которые позволяют делать иммьютабл данные, которые нельзя менять, которым нельзя обратиться на запись параллельно. Именно потому, что когда у вас данные иммьютабл, это быстро, это безопасно и это легко программируется. Если вы находитесь не в таком окружении, вы в Java, где все, в принципе, ко всему можете доступиться параллельно, то вам надо помнить, что для того, чтобы писать многопоточный код, надо чего-то знать дополнительно. И это не так просто. Там очень просто допустить ошибку. И язык вам никак не поможет. Вы за самую простую ошибку делаете int, начинаете его увеличивать, все, уже все не работает. И вы этого не видите, потому что при определенных обстоятельствах он сработает. Он не сработает при других обстоятельствах. Поэтому, если вы собираетесь писать многопоточный код, надо обязательно чего-то до этого почитать и попробовать. Это все, что я вам хотел рассказать. Спасибо, что пришли.